Героям веры посвящается Нашим братьям и сестрам, судимым за проповедь Евангелия, прошедшим через нечеловеческие страдания в тюрьмах и лагерях, умиравшим от голода, болезней, непосильного труда, пыток властей адеистического режима, но в несломленной вере в Господа. Тем, чье поколение постепенно уходит с нашей земли. Посвящается программа телеканала «Импакт. Герои веры». Лесоповал, 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 никто не поверит, кто сам не бывал. Летом в болоте, зимою в снегу, пилим под корень, согнувшись в дугу. Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь. Каждый день, целый день. Руки болят, костенеет спина. Черной повязкой в глазах пелена. Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь. Дерево пень, дерево пень. И впереди еще тысячи дней, тысячи сосен и тысячи пней. А я невиновен, как эта сосна. Пилят ее, потому что нужна. Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь. Был человек, останется пень. Лес, как решетка, кругом обступил. Пробиться не хватит ни сил, ни пил. Работа в лесу принадлежала к самым тяжелым. Главным образом, из-за условий труда. Ранний подъем. Миска баланды. И в лес на каторжную работу. Заключенные весь день работали под открытым небом. По пояс в снегу. Вымокшие до нитки. Голодные и нечеловечески усталые. Там и отбывал свой первый срок гость нашей сегодняшней программы Владимир Иванович Лобода. ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛЫ ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛЫ Был в каких-нибудь путешествиях проходить по старым кладбищам и читать надписи, могильные кладбища. Эпитафии. Да, на плитах или на памятниках. И вот, по всей вероятности, будучи во Львове, я наткнулся на памятник украинского поэта Ивана Франка. Он известен тем, что он написал такое произведение, сильное произведение, это Камыняви. И одна, можно сказать, четверостейшая, она осталась в моей памяти. Он говорил так о себе. «Бо не герои мы и не богатыри, мы лишь не вильники, хоть добровольно взяли на себе пута, мы лишь Камыняри». И поэтому героем я себя не считаю. Вы героем веры себя не считаете? Я считаю. Почему? Потому что я шел уже последним, по проторенным дорожкам. И как последнему, конечно, было гораздо легче. Я знаю, что раньше братьев, те, которые были моими предшественниками, над ними издевались, их били, их унижали по всякому, особенно в уголовном мире. Но их порядочная, христианская, добродетельная жизнь меняла отношения, меняла понятия уголовников в отношении их. И затем, когда я заходил в Камеру, а я прошел очень много тюрем, только на ссылку, когда я шел, где-то 10 тюрем я прошел, пока дошел до места назначения. Всякий раз, когда я заходил и объяснял, что я христианин, я страдаю за свои убеждения, то особенно уголовные авторитеты говорили, «О, я с таким-то сидел, я знаю, это хорошие люди». И когда уголовный авторитет скажет такие слова, тебя уже никто не тронет. То есть христиане-узники оставляли хороший след? Очень хороший. После себя. И я, пользуясь моментом, может быть, кто-то из братьев, из узников, старых братьев-узников будет видеть эту передачу. Я хотел бы передать низкий поклон, глубокую благодарность за то, что они оставались христианами в полном смысле слова. Но самое интересное в том, что за вами закрылись лагеря и тюрьмы. Вы были последним евангельским узником, узником совести. И об этом разговор пойдет дальше, мы будем об этом подробнее говорить. Но я хотел бы начать сначала. Я тоже хотел бы начать сначала. Я родился в Донбассе в 1938 году в семье крестьян. Моя семья была православная по их понятию, хотя практически они были настоящими грешниками. Ну, мы жили в селе, а потом через некоторое время уехали в Константиновку. И мама работала в больнице, она познакомилась с одной сестрой из христиан веры евангельской, пятидесятников. И начала ходить на служение. Вот, потом мы начали посещать с сестрой и с братом. А отец был очень большой противник. Он противился, он гнал маму и препятствовал ей всячески, как можно. Но к нашей радости, к нашему счастью, кстати, он был очень болен. У него был букет, можно сказать, болезней, внутренних болезней. Вот, и вот к нашей радости и счастью он принял Господа, как своего спасителя. Все-таки принял. Принял, покаялся. Бог крестил его Духом Святым. Он принял водное крещение и ушел к своему Господу. Здорово. В 1951 год мы начали посещать собрание христиан веры евангельской. Это была в то время запрещенная секта, как они называли. Нас называли изуверами, мракобесами. В общем, атеисты никогда не скупились на такие нелестные эпитеты. Вот. И вместе с тем были очень большие притеснения, потому что это было еще Сталинщина. Жители села Бирюлёва хорошо знают сектантов. Здесь они собираются для молений. Соседям надоело часами слушать сектантские завывания. Они протестуют против этих сборщиков. Сектанты-пятидесятники своими изуверскими обрядами доводят людей до безумия, до истерики. И выдают их бессмысленный бред во время моления за разговор с Богом. Собрания наши очень часто нарушались представителями власти. На работах верующие несли всевозможные ущемления. Их лишали премии, хотя они были настоящими рабочими. Я помню, мне в свое время начальник сказал такие слова. Ты знаешь, судя по вашему труду, нам надо вас представлять на награде. А нам надо вас наказывать. Ну, такая была система, такое было положение. И христиане принимали это все как должное. Мы не мыслили о другой жизни. Хотя, естественно, сатана во всякое время, как и Христу, он представлял другой путь. Сойди со креста и веруем в тебя. Вот. Точно так же и нам представлялась такая возможность вот пойти на компромисс, пойти на какие-то условия, или, может быть, отказаться от Господа, и жить, как они говорили, как все советские люди. Но верующие воспринимали это все как должное. 16 апреля 1969 года в газете «Ударный фронт» была опубликована большая статья под названием «Остановите антигосударственные дела изуверов», в которой автор писал, выражая мнение многих советских людей о верующих. В наши дни эти изуверы, рыцари темноты и мракобесия, жаждут повергнуть одурманенных ими людей от полнокровной советской жизни, закрыть их в узком пути своей секты, сделать религию пятидесятников их внутренним светом. Из постановления Кабинета министров Украины номер 567 «Вся советская литература, написанная о верующих, о церкви и о Библии, неправильно, несправедливо и необъективно, так как все было написано, исходя из атеистических и безбожных позиций, целью установления прочной связи между гражданами и советской идеологией. А посему с принятием в 1991 году закона о свободе совести и религиозных организациях Вся эта литература была списана. И как у вас проходило дальше время? Вы водное крещение приняли когда, в каком году? Водное крещение я принял в 1954 году в возрасте 16 лет. Это было очень смутное время. Мы принимали водное крещение ночью. Вы ночью принимали? Ночью? В реке или в озере? В глубокой. Ну, там был вставок. Вставке? Да. И, значит, вот при такой полной таинственности... Сколько человек принимало крещение? Тогда четыре человека. И все были так же молоды, как и я. 16 лет. Нам преподавал водное крещение Тимаков Петр Борисович. Такая обстановка была. Но, конечно, очень сложное было время тем, что все, можно сказать, трудоспособные братья в духовном смысле, они были арестованы или они были репрессированы. А нам, молодым, приходилось нести заботу о церкви. Брать на плечи свои. Брать на плечи. Молодые плечи. Да. Тогда было даже сложно найти место для собрания, потому что молитвенных домов не было. Собирались на квартирах или в домах. И это было наказуемо. Особенно хозяева подвергались очень большим штрафам. Ну и трудно было, конечно. Но церковь жила. 22 марта 1963 года заместитель Уполномоченного Совета по Украине Роман Швайко направил в военный трибунал Киевского военного округа характеристику на церковь пятидесятников, в которой говорилось следующее. Секта христиан евангельской веры пятидесятников по характеру своего вероучения относится к изуверской. На своих молитвенных сборищах пятидесятники доводят себя до физического изнурения, в силу чего впадает нервный экстаз, начинают трястись, произносят нечленораздельные звуки, крик, стоны и тому подобное. Под прикрытием религиозных убеждений сектанты-пятидесятники отказываются от службы в армии, саботируют общественно-политические мероприятия, не посещают кино, театры и другие культурные учреждения. В силу своего изуверского вероучения и реакционности деятельность этой секты запрещена законом. В 1957 году меня призывают в армию, и так как я по своему убеждению понимал, что я не должен брать оружие в руки, по заповеди «Не убей», убивать не имел права, вот, то я отказался от принятия присяги. Это было в Москве, в московском гарнизоне, военный турбунал московского гарнизона. Гарнизон приговорил меня к трём годам лишения свободы. Вот именно этот момент я хочу подчеркнуть. Когда приговор был, три года лагерей, у вас же дома оставались родственники, вы были, конечно, тогда холостяком. Да. Но тем не менее, вот когда приговор, три года, что произошло? Вот как вы восприняли приговор? Я хочу сказать, что все молодые люди, ну, в том числе и я, те, которые призывались в армию, и если они хотели оставаться верными Господу, практически они уже были подготовлены, они шли не в армию, а в тюрьму. Потому что тогда таких случаев, чтобы кто-то остался служить в армии без принятия присяги, не было. То есть на призывном пункте, когда уже в военкомате, уже, наверное, проводы были как в тюрьму, да? Да. Как в вузы, не просто в армию. Да. Уже знали об этом. Так, и если вот, и еще раз подчеркиваю, если он хотел оставаться верным Господу, он шел в тюрьму. Поэтому мы уже были подготовлены. То есть приговор для вас не был неожиданностью? Не был неожиданностью. Потому что мои братья, ну, братья по вере, я имею в виду, вот, они, они именно сидели. Уже были в лагерях, в тюрьмах, вот, если они не принимали присяги. То есть это уже были воины-узники потенциальные? Да. Первое время я находился в московских лагерях, где было сносно, легкий труд. Питание, можно сказать, голодным не оставался, потому что очень много было людей, которые в то время, можно сказать, питались со своими продуктами, потому что не ограничивалось передачей. И москвичи это делали. Ну, и вместе с тем баланда в столовой оставалось довольно много ее. Но в одном из злах пунктов подняли заключенные бунт. Спалили столовую, штаб. Ну, это все, конечно, бесполезное дело. Бунт подавили и нас, в основном всех, отправили на север, на Лесоповал. Кайский край, это Кировская область, Вятлах. Кайский край, это Кировская область. Находясь уже на расконвойке, я узнал, что такое голод. Потому что паек или питание было очень такое скудное. А в лесу работа очень тяжелая. Работал я сучкорубом. Надо было все время махать топором. И, конечно, требовалось подкрепление, и его не было. Спасала нас только брусника, которую мы, значит, разгребая снег, находили ее. Она еще прошлогодняя была. И вот это у нас было такое подсобное хозяйство. Сама работа в лесу, она была связана тоже с большими трудностями, даже с самыми погодными условиями. Весною и осенью шли дожди. Сучья были мокрые. Постоянно мы находились в таком, в такой вот одежде мокрой. Приходили в зону. Сушилка очень плохо работала. И мокрые сдавали, мокрые одевали, опять шли. Зимой это было очень много снега. И для того, чтобы пилить лес, надо было добираться где-то чуть ли не до самой земли, для того, чтобы оставался пенек, ну, примерно 30 сантиметров. Поэтому вот надо было копаться в этом снегу. А костры полили хоть? Костры полили, но все равно времени не было сушиться. Потому что надо было работать. Надо было работать. Сколько часов продолжался рабочий день? Ну, около 10 часов. 10 часов? Да, около 10 часов. Это примерно с 8 утра? Да. То есть утром подъем? Да. Вы одевали мокрую одежду, как вы говорите, бушлаты, да? Да. Бушлаты, фуфайки. Шапки, ушанки. Фуфайки были? Фуфайки были, да. Фуфайки были, и у кого бушлат, кому как выпадала, какая честь. Вот. И летом было очень жарко. Но, к добавлению к этим всем неудобствам, самое страшное было – это комари и мошкара. Вот. Потому что на комарниках, которые нам давали, работать было невозможно. А снявши их, вот над тобою стоял столб. Вятский исправительно-трудовой лагерь, коротко Вятлаг, один из крупнейших исправительно-трудовых лагерей в системе ГУЛАГ. Существовавший с 5 февраля 1938 года до 60-х годов, непосредственно подчинялся главному управлению лагерей лесной промышленности НКВД СССР. Располагался в Верхнеекамском районе Кировской области, частично в Коме-Пермятском национальном округе Коме-АССР. В среднем в лагере содержалось по 15-20 тысяч заключенных. Площадь лагеря составляла примерно 12 тысяч квадратных километров. К концу существования насчитывал 38 лагерных пунктов. Занимался в основном лесозаготовкой. Лагерь отличался сложными условиями проживания, так как находился в болотистой местности с высокой влажностью, в среднем 80%. Мне вот интересно, Лесоповал, вам легко сейчас рассказывать. Это же тяжелейшие условия. От лагеря как вы добирались в лес? От лагеря нас возили на машине. Возили по настилу, потому что там болотистые места везде. Почему? И Комарова очень много было. И доставляли. Я уже был на расконвойке, я уже сказал. Поэтому с нами был только солдат, но он был без оружия. Чем вы пилили деревья? Дружбой? Бензиновой? В то время уже бензиновая была. Правильно я говорю, дружба? Да. Но перед этим, перед этим, значит, был повал лучковой пилой. Что такое лучковая пила? Лучковая пила, это с двух сторон как-то. Это два человека. Двое заключенных, один с одной стороны, а другой с другой. Да. И еще и одинарные были. И долго пилили дерево? Ну, тут уж какое дерево. Вот. И в то время выносили на плечах. Вот эти, значит, бревна выносили на плечах. И даже у зеков была такая, как бы, пословица или поговорка. Семеро наваливая, один тащи. Вот так, значит. Семеро наваливая, один тащи. Да, один тащи, да. Очень тяжелая была обстановка, тяжелая работа. Ну, и когда мы трудились, то тоже уже. Мы тролевали лес лебедкой. Было сложно тем, что везде и повсюду пеньки. Пакет все время упирался. Надо было пролагать очень много усилия для того, чтобы как-то его выводить и направить до эстакады. Я же никогда раньше не работал в лесу. Вот и приходится учиться всему с самого начала. Пришлите немного Луку, а то тут, на севере, его мало. Был в больнице, но чувствую себя хорошо. Такие фразы, мнимо коммуникативные и безразличные для людей на воле, по-настоящему умеющих читать, должны были стать источником всех сведений о жизни в лагере. Можно сказать, что усугубляло то, что это был уголовный мир ожесточенный, злой. Срывали свое зло на других, порой на невинных людях. Ну как, если бы не Господь был с нами, то живыми бы поглотили нас. Не было нас, но Господь давал всем. То есть вам легче было, в тех условиях в лесу вам намного легче было, потому что у вас была цель. Вы знали, за что вы сидите. Почему вы сидите с этими уголовниками? Обеспечить выполнение плана было главной задачей Ветлаговского начальства. План во что бы то ни стало, любой ценой. И здесь контингент не жалели. Труд на лесоповале был чрезвычайно тяжел. До середины 50-х годов практически не было никакой механизации. Деревья валили ручными лучковыми пилами, по пояс в снегу или по колено в болотной жиже. Вывозили на лошадях, укладывали в штабеля и грузили вручную. Берегите лошадей, читаем в приказах управления. Но нигде нет упоминания, берегите людей. Долго на таких работах даже физически крепкие люди не выдерживали. Становились инвалидами или умирали. Значит, и первый срок у вас в общей сложности был три года, да? В общей сложности? Ну, мне три года давали. Но ввиду того, что началось в 59-м году, началось распределение зон на режимы, была такая комиссия по пересмотру дел. И меня в 59-м году, где-то в ноябре месяце или в октябре месяце, условно-досрочно освободили. Так я пробыл год, шесть месяцев, ну и там несколько дней. И вы возвратились опять в Константиновку? Возвратился опять в Константиновку. Через год меня опять забирают в армию, опять отказываюсь от присяги. По второму кругу? Неужели? Нас было пять человек, трое из нашего братства и двое братьев из Совета Церквей. Кстати, один из них впоследствии стал авторитетным братом, это Николай Мельников. Очень, я им дорожил, это твердый, с одной стороны твердый брат, с другой стороны мягкий, с ним можно было говорить, с ним можно было общаться. Вот, он оставался верным Господу. Господу и впоследствии, он закончил жизнь, ну, просто по той причине, что перенес очень много трудностей. Вот, а мне дали возможность прослужить без присяги три года. Вы опять прослужили три года? Да, три года. Вернулся назад, ну, и по решению церкви я был избран сначала руководящим, потому что епископат еще был в тюрьме, вот, и руководять некого было. А потом, когда уже братья повыходили на свободу, меня рукоположили, киевское братство так называемое тогда, рукоположили на диакона, через некоторое время, в 70-м году, меня рукоположили на проспитерское служение. Многое дала свобода, мы имеем сегодня беспрепятственные служения, мы находимся в таком положении, когда проводим богослужения, никогда мы не ожидаем, что кто-то нам прервет эти служения, кто-то властной рукою заставит уйти с этого места, пользуемся полной свободой. Но духовно я считаю, что мы слабеем. Конечно, это зависит от каждого человека, не в обязательном порядке, вот, но в общей сложности наблюдаются ослабления, вот именно гонения, тесные обстоятельства, скорби, они приближали к Богу. Скажите, ГУЛАГ – это иной мир? Если судить по рамкам настоящей жизни, то это, конечно. Ну, и вместе с тем, и тогда это было отдельное место, где вот именно проявлялась злоба, жестокость, несправедливость человеческая. Поэтому, конечно, это было иной мир. С большим почтением, наши дорогие деды и братья, отцы и старшие братья, бабушки, матери и сестры, за ваше мужество и стойкость, за верность Господу. Вы – наши герои веры. Субтитры создавал DimaTorzok